Всем привет! Подумайте, ведь собака не может сказать, что ей страшно, ей одиноко или что она вас любит. Мы наделяем собак этими эмоциями в зависимости от их реакции, но многие все же еще считают, что у собак нет эмоционального интеллекта. Грегори Бернс, это врач и доктор наук, написал книгу под названием «Что означает быть собакой», где объясняет, что животные испытывают те же чувства, что и мы с вами. Почему важно знать, что у животных есть эмоции? Человек очень долго отрицал вероятность переживаний у животных, а также отказывал им даже в крупицах сознания, для того, чтобы сам человек мог эксплуатировать их, как ему захочется. Мозг у собаки не очень большой, примерно величиной с лимон, и лобную долю в пропорциональном соотношении гораздо меньше человеческих. Неудивительно, что самоконтроль у собаки хромает. Да, их можно выдрессировать, можно даже приучить довольно долго высиживать в ожидании лакомства, но все равно собака будет ожидать и схватить что-нибудь запрещенное, будь то еду, либо какое-нибудь белье. Зато у собаки есть свои суперспособности. Собака обычно понимает, что если человек на что-то указывает, ей нужно посмотреть туда же, то есть на этот объект. Для человека это само собой понятно, но другие приматы приходят к такому только после долгой тренировки, и если вообще они к этому приходят. Обезьяна, скорее всего, попросту ставится на ваш палец. Насчет того, врожденная это способность или приобретенная, исследователи пока расходятся во мнениях. Исследуя поведение псовых, было доказано, что волки, которые с рождения выращены людьми, с указанными заданиями справляются не хуже собак. Человеческая рука имеет особое значение для собак, а также прирученных волков, поскольку псовые быстро привыкают видеть в ней руку кормящего. Поэтому для них вполне закономерно отслеживать, куда именно указывает эта рука, особенно если в ней нет никакого лакомства. Но собаки любят не только за еду. Был проведен опыт, где собакам давали понюхать запахи людей и других собак. Было выяснено, что сигнал подкрепления в мозге собаки откликается только на запах ее хозяина, и остальных людей, которые, например, живут с ней в одном доме. А на запах других собак просто нет. И поскольку запахи эти с едой напрямую связаны не были, то у нас появляется первое надежное доказательство, что собаки действительно могут испытывать некое подобие любви к близким для них людям. Мы действительно очень похожи с собаками. Чем больше мы узнаем о собачьем мозге, тем больше убеждаемся, что у нас с собаками много общего. В частности, за эмоции у человека и у собаки отвечают одни и те же базовые структуры. Есть кое-что, чему людям стоит поучиться у собак. Они никогда не предают своих друзей. Субтитры создавал DimaTorzok